Всем постам и маршрутам, кто работает в Сураве, УДАЛ-21 преследует аномарку темного цвета, без госномеров. Здравствуйте, в эфире программа ДПС, студия Анастасия Бойко, сегодня о выпуске. Обгон запрещен, почему новичкам закон не писан? Безопасная зебра и дополнительный надзор, профилактический рейд прошел в Новосибирске. ПДД для детворы, уникальный тест в специальном автобусе. Далее в программе сводка дорожно-транспортных происшествий, которые произошли на территории Новосибирской области за минувшие сутки. Мегаопытный водитель с 35-летним стажем двигался в Черепаново со стороны улицы Фурманово на отечественной девятке. При повороте налево преимущество проезда Ниссану, который ехал в встречном направлении, не предоставил. Машины столкнулись в результате ДТП и водители и многочисленные пассажиры двух автомобилей получили травмы. Мотоциклист пострадал в аварии в Кольцово. Парень ехал на Хонде с Ланцер в сторону Новосибирска, но в пути произошло столкновение с японским джипом. Мотоциклист от удара упал с байкой и получил переломы берцовой кости. Его госпитализировали в ближайшую больницу. Автоледи-новичок права получила меньше года назад, но не побоялась совершать обгоны на трассе. Причем в тех местах, где стоят запрещающие для этого маневрознаки. В итоге, опережая впереди идущий автомобиль, выехала на встречку, где и врезалась в ладу. От сильнейшего лобового ДТП пострадала и сама девушка, и пассажиры Приоры. У владелицы Тойоты травмы и многочисленные ушибы. У пассажира Приоры переломы бедер и таза, а также сильнейший травматический шок. Дороги оказалось мало. Ранним утром Ниссан двигался по улице Станционная, но по непонятным причинам водитель не смог уйти от столкновения с припаркованной у обочины фурой. Иномарка заехала прямо под заднюю часть грузовика. К счастью, участники аварии не получили серьезных травм. Передняя часть автомобиля Санни разбита. Тойота выезжала с придомовой территории на улице Гоголя в Новосибирске. Водитель, вероятно, спешил, потому как не пропустил Короллу, которая двигалась по главной дороге. Водители иномарок не пострадали, но машины получили значительные повреждения. Передняя часть кузова смята, фары разбиты. Владелец Тойоты Гайя свою вину полностью признал. Цивик не мог не врезаться в газель. Наш газ внезапно выехал задним ходом из парковочного кармана на проезжую часть. Владелец Хонды такого предугадать не мог. Седан получил вмятины и царапины на капоте. Водители от возможных травм спасли сработавшие подушки безопасности. Газелец свою вину отрицать не стал и признался. Зеркала заднего вида смотрел невнимательно. Серьезное ДТП только по чудесному стечению обстоятельств обошлось без пострадавших. Хонда ехала на улице Добролюва в сторону Большевистской. Неизвестно, что произошло в пути, но водитель врезался в дорожное ограждение. От удара Хонда перевернулась, а фрагменты металлического отбойника разлетелись в разные стороны и повредили припаркованные у обочины машины. Люди, которые находились в салоне искореженной иномарки, смогли выбраться из машины еще до приезда спасателей. ДТП Опасный переход, невредимый пешеход, но штрафованный водитель. У инспекторов ГИБДД сегодня усиление. Весь личный состав брошен на предотвращение аварии с участием пеших участников дорожного движения. В такой проверке участвовала и я. Ежедневный развод, но особенный наказ. Внимание людям. Во всех районах Новосибирска у каждой опасной зебры дежурят экипажи ГИБДД. Проверяют, чтобы водители пропускали пешеходов. Сегодня мы дополнительно сформировали из числа сотрудников управления ГИБДД, отдела ГИБДД по городу Новосибирску, штабы строевых подразделений сформировали, 12 дополнительных нарядов, это 24 человека. Ну, чтобы для примера можно понимать, что в среднем 35 нарядов в день выходит просто, ну, линейный дорожный патруль службы, ну, и к ним 12 дополнительно. То есть это на треть увеличили сегодня плотность нарядов. Особое внимание местам концентрации ДТП. В Новосибирске таких опасных участков десятки на крупных магистралях. Дусиковальчук, Большевистской, Котовского, Красном проспекте и других. За последнюю неделю под колеса машин попали 7 человек. Еще двое пострадали только за сегодняшнее утро. Люди говорят, нужно ужесточить наказание для водителей, по чьей вине страдают незащищенные пешеходы. По крайней мере, штраф такой ощутимый. Не 500 рублей, не тысячи. Ну, сейчас, ну, полторы тысячи. Это нормально? Ну, маловато. Тысячи бы пять-десять, вот так вот, чтобы люди помнили. Чувствую очень плотно припаркованы машины. Соответственно, водители, которые едут, не видят, переходит пешеход или нет. Соответственно, перед переходом всегда смотришь. А так нормально. Совсем не игнорируют. А уже давно водители очень гораздо лучше стали ездить, корректнее относятся. А тут водители, могу сказать, что пешеходы очень часто игнорируют водителей. И лезут прямо под колеса машины. Спасибо вам, Ажу. Как мама, у которой полтора года назад на пешеходном переходе сбили двоих детей, скажу вам, что проблема во втором ряду. То есть дети стоят, внимательно смотрят, переходят, выходят из-за первой машины, и тут какой-нибудь умный водитель их сбивает. Со второго ряда бывает и не видно действительно пешеход. Ну, надо останавливаться. Да, вот только все притормаживаются. Для этого есть правила. В этот момент не видно, ну, ситуация не такая. Они же видят, что... Вот сейчас как раз та самая ситуация, о которой рассказывали люди. Когда одна машина припарковалась возле обочины, другая стоит во втором ряду, и, соответственно, человеку нужно перейти дорогу. Сейчас этим пешеходом буду я. Посмотрим, пропустят ли меня водители и увидят ли они меня в принципе. В третьем ряду заметили. Других же добросовестных водителей оправдывают. Винят нарушителей, которые сами провоцируют печальные дорожные инциденты. В целом статистика дорожного происшествия такова, что за шесть месяцев пострадало более 300 пешеходов. 138 по вине самих пешеходов. Это достаточно много в процентном соотношении. 45-46 процентов. Штраф за игнорирование человека на зебре – полторы тысячи рублей. Сегодня инспекторы составили десятки протоколов. Пешехода не пропустил. А почему не пропустили? А поздно заметил. При каких обстоятельствах произошло? Ну, газель справа шла. Скорость была достаточно медленная. Вы знаете, какое теперь наказание вам грозит? Да, штраф. Сейчас, говорят в ГИБДД, летний пик ДТП с пешеходами. Поэтому акции по безопасности на переходах будут проводить чаще. Страховых компаний может стать меньше. В Центробанке уже сейчас говорят о спаде числа страховщиков из-за перехода на обязательное оформление электронных полисов автогражданки. Закон об обязательных продажах именно электронных полисов вступит в силу 7 января 2017 года. Однако многие страховщики просто не готовы к реформе. Поэтому некоторые компании заявили, что не видят перспектив дальнейшей работы. К слову, всего за год с момента начала продаж ОСАГО в электронном виде в добровольном порядке удалось продать менее 1% полисов. Что, по словам представителя Центробанка, унизительно. Эксперты полагают, что многие компании просто уйдут с рынка в начале следующего года. Сотрудники ГИБДД продолжают учить детей дорожной грамотности. Акция «Безопасный двор» прошла в Калининском районе Новосибирска. Могут ли быть дворы безопасными? Конечно, да. Особенно, если в районы нашего города приезжают сотрудники ГИБДД и проводят детьми профилактическое мероприятие «Безопасный двор». Уникальный детский тест в специально оборудованном автобусе. Участники детвора. Тема экзамена – правила дорожного движения. Такая акция в одном из дворов Калининского района Новосибирска прошла впервые. Все это связано с тем, что у нас в городе большое количество дорожно-транспортных происшествий происходит именно во дворах жилых домов, где дети выбегают из-за стоящих транспортных средств при паркованных автомобилях, не глядя по сторонам, нарушая правила дорожного движения. Наша задача – их научить двигаться правильно. Восемь вопросов и несколько вариантов ответов на каждый. Времени на раздумья не больше пяти секунд. Свой выбор ребята подтверждают, нажимая соответствующую кнопку на специальном электронном пульте. Вопросы разные. Например, какой из знаков запрещает движение пешеходам и какая черена дороги в городе. Лучший результат – пять правильных ответов. После окончания теста работа над ошибками. У меня была трудность с этим заданием, где нарисована машина и человек, и кто не прав. Там все пешеходы были не правы. Возраст самого старшего участника Руслана – 16 лет. Он уже знает многие правила дорожного движения и может подсказать своим младшим друзьям, как правильно вести себя на дороге. Смотреть налево или направо, то есть посмотреть на движение автомобиля, едет ли или нет. Если он едет на большой скорости, то лучше переждать, пока он проедет. Если видишь, что автомобиль останавливается, ну можешь подождать чуть-чуть и переходить. Самый маленький участник – Алексей. Ему всему семь. И он уже правильно ответил почти на все вопросы. Ты впервые проходишь такой тест? Да. И сколько у тебя ошибок? Ноль. Ты на все правильно ответил? Да. Обалдеть. И какие там вопросы были? Какая ширина дорога? Взрослые уверены, мероприятие не только поможет детям лучше узнать правила дорожного движения, но и предотвратить несчастные случаи. Как вы считаете, полезно ли такое мероприятие для детей? Очень полезно. Полезно и нужно, поэтому мы приветствуем ваше присутствие здесь. Приветствуем то, что вы приносите именно грамотность, дорожную грамотность вот такому молодому поколению. Это здорово. До конца лета инспекторы ГИБДД обещают посетить все дворы Новосибирска, чтобы к началу учебного года дети были подготовлены к походам в школу по дорогам города. На этом все. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, присылайте записи с видеорегистраторов или мобильных телефонов на адрес электронной почты, который указан на экране, либо же оставляйте их в нашей группе ВКонтакте. С вами была Анастасия Бойко. До встречи на канале ОТС.